Продолжение следует... Мы на дрифте! Автим, ты нашел так, Петербург не отпускает, Антона Абдеева! Да, первый заезд в топ, блин, за третье место просто сейчас. Одним из самых зрелищных автоспортивных соревнований до сих пор является дрифт. И сейчас мы находимся на финальном этапе чемпионата Казахстана по дрифту «Горилла Дрифт Чемпионшип». И сегодня мы постараемся рассказать вам, дорогие зрители, как создается дрифт, показать больше людей, которые делают на протяжении уже, наверное, около 80 лет для вас самое зрелищное и дымное шоу. И покажем, расскажем более глубже, сколько это стоит, у кого есть спонсоры и как продвигается автокультура в Казахстане. Я вернулся к вам, да. На самом деле, и это покажем, и расскажем. И самое главное, не будем убирать эмоциональную составляющую этой дисциплины. На самом деле, она очень крутая. Я вот даже на примере своем сейчас не мог никак отвлечься от заезда, потому что в этом сезоне так получилось, что в «Горилле» за чемпионство уже борются Миша, Авдеев и Бочкарев. И по факту сейчас ехал Авдеев, Бочкарев. Мы знаем уже, кто в этом сезоне стал чемпионом. Да, ну вы, наверное, тоже уже догадываетесь, и потом обязательно узнаете в конце. Вот, поэтому Крис вам сегодня устроит небольшую экскурсию по техпарку, по разговорам с пилотами. Я надеюсь тоже, что они будут очень эмоционально заряжены. Все правильно, да. Поэтому кайфуйте, смотрите. Ну и что, погнали, посмотрим. Ну погнали, все. Йоу! И второй проезд. Максим Агеев лидер, Андрей Челушкин, крестереватель, догонял их сейчас. На таких расстояниях не будет. Всем внимание на танцпол. Ну, надо подать должное Максиму Агееву. Несмотря на маломощную машину, он едет стабильно, без коррекции. Старается ехать по заданию. Но сейчас мы видим, все-таки возникает, ага, возникают все-таки проблемы не только у Максима, но и у Андрея Челушкина. Сейчас люди будут решать, кстати, чья была ошибка в ВКонтакте. И Максим Агеев проходит дальше. Ну что, перед нами Максим Агеев, человек, который доказал, что с маленьким бюджетом и не особо конкурентоспособной тачкой можно выйти в топ чемпионат Казахстана по дрифту. Тебя не смущает то, что твой автомобиль не такой конкурентоспособный, как многие другие тачки? Меня это не смущает. Ну, как меня это не смущает? Я не могу ехать нормально, это меня расстраивает. Я не могу навязывать борьбу, не могу конкурировать. Я понимаю, что выезжаю в заезд со многих из 90% с соперниками. Единственный шанс мой выиграть, что они ошибутся. Либо там дождь пойдет. А как ты думаешь, из-за чего? Все упирается в финансы? Ну, не только в финансы, но финансы в том числе. Ну, допустим, у тебя есть деньги, там история с вашей командой, но у вас же машины не появились вот так по щелчку пальца. То есть на это нужно время, чтобы их собрали. Чтобы их собрали, нужны запчасти. Чтобы были запчасти, они должны успеть приехать. Ну, в общем, это сложный процесс. Сегодня давайте за кого болеем сегодня. Ты, понятно, за Любмана топишь? Не, я болею за Бочкарева. Я Любмана споттера. Болею за Бочкарева. Бой мой партийцы. Итак, надеемся, что сейчас все-таки заезд получится у пилотов. Хороший наш год. Постановка широкая траектория. Максим почему-то немножко выпал. Не складывается заезд партой, к сожалению. Нормально. Все отлично. Исправил постановку. Молодец. Все отлично. Молодец. Исправил. С чем это связано? Возможно, подбор резины. Возможно, давление в шинах. Топ. Полный теневый. Я переживаю. Исправил. 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 Илья Люпа. До финиши. Вам так не показалось, друзья? Ну, рассказывай. Илюх, как для тебя сложился этот сезон? Сезон сложился хорошо. Первый сезон, когда мы не ломались, а мы ехали. Четыре этапа из пяти проехали. На одном я не смог присутствовать. По итогам сезона одно первое место в квалификации. Одно второе, одно третье. Ну, значит, с четырех этапов. Ну, и что? Ну, нормально. Вот под конец не сдюжила тачка. В заезде с Максимом Трубчанином в топ-16. Второй проезд уже ехал вторым номером. И не доехал буквально вот 15 метров. И у меня масса почему-то вырубилась. И все. И машина просто выключилась вся. Обидно? Ну, обидно, конечно. Ну, ладно. Зато, зато теперь понимаем, что нужно чуть-чуть подделать ее. И еще один претендент на чемпионство. И Антон Шарымов. Антон Шарымов на Subaru Forest. Михаил Пакки разгоняется на своей Nissan 350 Zen. Коротики флип и устремление к депу. Мы видим, есть разница в темпе. Антон Шарымов меньше надлом пытается догнать Михаила. Но это не очень получается. Есть вылет за трассу. Как видим, один колесо. Далее в зоне ТГ7, ТГ8 у Михаила все в порядке. И Антон Шарымов использует новую зону, чтобы все-таки приблизиться к своему сопернику. И только под финиш как-то более-менее подъезжает близко. Ну, такие дела, друзья. В этом сезоне Антон Шарымов зашел с ноги, можно если так говорить. Ну, давай, Гума. Рассказывай, что для тебя дрифт. Ты вот выезжаешь на протяжении уже 12 лет. Просто фуфан, ты кайфуешь от того, что ты делаешь. Или же наоборот, ты стремишься добиться каких-то высот. И именно выходишь на соревнования за борьбой. Ну, за 12 лет всякое было, я тебе так скажу. То есть, поначалу это, как сказать, стремление научиться ездить, показывать прикольные заезды. Потом кайф. Потом, когда понятно стало, что можно идти за результатом, я пошел за результатом. И как бы все получалось и получилось в итоге. Сейчас, ты знаешь, в полной мере вернуть те ощущения, которые были изначально, я пока не могу. Но я надеюсь, что в следующем году у меня получится. Конечно, приезжаем за ощущениями, в первую очередь. А результат уже он как бы складывается из всего остального. Хорошо получать высокий результат. Но я тебе скажу так, что когда ты выиграл, но смотришь свои заезды и тебе не нравится, и не кайфуешь, это все портит. Поэтому надо в первую очередь кайфовать. Ну, для меня, наверное, все же это автоспорт в первую очередь. Я уже в свое время поразвлекался. Зачем? Ну, уже много лет занимаюсь, на самом деле, автомобилями и гонками, и дрифтом в том числе. И я приехал как бы расти профессионально, выигрывать, пытаться бороться за победу. Вот моя задача. Первое-наперво, это борьба с самим собой, выстраивание порядка в голове. Чтобы мог ехать нормально, нужно, чтобы ты был сконцентрирован, в равновесии в полном. И вот это чувство, когда ты добиваешься гармонии и баланса, вот, ну, наверное, ради него и еду. Ну, а, естественно, тут все едут на победу, все едут на результат. Ну, не все, не все едут на победу. Большая часть едет по фан. Ну, кто-то из этой части тоже лукавит. Да, наверное. На второй кит этого проезда Александр Бочкарев сразу на расходе держит с аренов. Вплекует раньше своего соперника и всю тупу начинает рисовать буквально в заднюю дверь Марка. Звучит отможение, немножечко, немножечко Саша отпускает. Все правильно. Баганова извиняюсь. Есть! Есть! Все, и все отработал. Ой, 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 ой. Что за финишем? Допускает ошибку, заугливается и обнуляет. Обнуляет заезд, к сожалению. Скажи, у тебя есть сейчас какая-то поддержка со стороны спонсоров или вы едете большую часть за свой бюджет? Мы едем за свой бюджет, я бы сказал, полностью, но нас поддерживает ДАВ Казахстан, чему мы очень благодарны. Предоставляю смазочные материалы, которыми мы пользуемся, палатки. Я ездил же без спонсорской поддержки. Но это, конечно, не тот дрифт. Конечно, не тот, потому что ты в постоянной экономии находишься. Опять же, те же самые тренировки уже, можно сказать, по минимуму. Ну, это было бы сложнее, но это зависит, опять же, от того, насколько ты располагаешь финансами. Например, кто-то, бизнесмен, ему не нужна смазская поддержка, он может сам как бы потянуть и проехать. Кто-то, допустим, простой студент или просто на обычной работе работает, и как бы семейный бюджет, если даже и расходовать, то это будет по минимуму. Ну, то есть, дрифт, он такой. Ну, я сезон тоже, ну, как бы не сам проехал. Поддержка была от ребят. Ну, Казахстану, конечно, не хватает спонсорской поддержки. Я думаю, многие пораскрывались бы. У многих, кто может показывать лучшие результаты, ну, элементарно упирается в техническую подготовку автомобилей. Ну, и все сопровождение. Потому что стоит, конечно, там, ну, недешево вся эта история. Всего несколько человек, точнее, несколько команд в чемпионате едут под спонсорами. И, кстати, не всегда, если на тачке наклеены какие-то наклейки, это означает, что у тебя есть генеральный спонсор, который помогает тебе финансам. В некоторых случаях ребята просто работают, соглашаются за какой-то минимальный пакет. Все остальное они, опять же, доплачивают со своего личного кармана. Пошлите спросим, пойдемте. Дядь Костя, сегодня мы решили, наверное, поднять тему поддержки в автоспорте, а точнее, в дисциплине дрифт. И вот расскажите, пожалуйста, сколько сейчас обходится один этап у Миши? Ну, у нас самый честный влог, мы все говорим стоимость. Можете приблизительно говорить, мы не говорим, на чем мы тратим. Я приблизительно могу сказать, но приблизительно обходится где-то полтора-два миллиона тенге. Это с зипом или без? Нет, это без зипа. Зип – это отдельная статья, она набирается в течение времени и когда-то используется. Я не считаю. Ну, мне кажется, тысяча долларов приблизительно. Тысяча долларов. Давай скажем, на какой шине ты едешь. Внимание, тысяча долларов сладится с того? 195, 40, 15. Рива. Да, это пятнадцатое колесо, это городская шина. Ну, она стоит бы не сильно дешевле. Ну, как бы она стоит хорошо, там, 20 с копейками тысяч деньги. Веслейк можно купить 35. Ну, то есть разница, на самом деле, не такая большая. Просто я экономлю на том, что у меня резина не кончается. Я езжу, там, в 10 раз больше, чем все остальные на этой паре шутки. Ну да, ты, наверное, можешь, да, на одной паре проехать заездом 8. Больше. Даже больше. Вот видите, какая экономия. Ну, смотри, вот будем считать 10 колес по 30 тысяч, да, это 300 тысяч на колесах. Плюс участие 40, тренировка 12, это еще 52 тысячи, да? То есть 350, вот, плюс бензин туда-сюда, ну, где-то минимум, я думаю, 1400 это должно, как бы, уходить. Это с тем учетом, что ты всего тратишь 10 колес? Это с тем учетом, что ты всего 10 колес тратишь, да? Приблизительно миллион тенге. Это строго, как у всех, шины вступительные, в основном большую часть забирают шины. Это шины, да. Сколько шин ты тратишь за соревнования? Ну, где-то порядка... Это тренировка, квалификация, вот все три дня. В среднем 25 колес. Это за все три дня? Да. А что так мало? Ты не катаешься? Экономим. Ты не катаешься? Катаюсь. А почему ты экономишь, если у тебя есть поддержка? Ну, экономим с точки зрения ресурса машины, лишний раз ее, ну так сказать, не напрягаем, пытаемся сохранить ее в боевом состоянии до финального дня. А вот помимо соревновательного процесса у тебя бывают дни, когда ты выезжаешь потренироваться? Да, бывают. Катаешься? Ты едешь, насколько я знаю, на полуслике? Да, на Гудраге. Да, на полуслике ты едешь, стоимость полуслика приблизительно, мы уже говорили, составляет там 35 до 40 тысяч тенгек. Ну, чуть меньше. Да. А сейчас мы наблюдаем с вами картину, как молодой дрифтер находится в поисках хороших датирышей. Григорий Кузнецов, срочное включение, Григорий Кузнецов. Я еду. Все, у Гриши уже все решено, Гриш, давай рассказывай, чем занимаешься. Все, получается, спонсоры особо не нужны. Этот, как его, ну, хватает резины, короче, мне, в общем, в следующий сезон поеду на полуслике фирмы Гудраг. 235, 40, 18. Еще, кстати, неплохо так выглядит, пару раз хватит. Нет, нет, пару раз не хватит, это полтора заезда. Тактика такова, выиграю квалификацию и все время еду первым. Первым ступаю. Это подарок, это спонсорская поддержка. Это спонсоры, подогнали. А шина-то какая, а шина-то какая, ты посмотри. Нет, это Арива. Арива, ваш муж, по-моему, занимается продажей. Да, вот уже на стриты тоже шину подобрали, уже два чемпионата едешь. 245, это тренироваться. Все, тренировки есть, все. Резины не особо много. 24-го года с маркировкой надо искать. Закончилось, я все стер на прошлом этапе. Ну все, Гриша, рассказывай, ты примешь участие в следующем году на Central Asia Drift Show. Естественно. А вы меня так же будете, если я на Лауреле поеду, говорить, что Лаурель некрасивый, все дела? Ну нужно делать, чтобы Лаурель был красивым. Нет, ну я могу раскрыть карты, но не буду. Вы увидите мою новую машину, а там как бы жир. А там, ну машина-то жир, а нужно еще смотреть, как она покажет себя. А как она покажет себя? Но интригу… Иратор упал. Вот это я понимаю, кадр. Леш, дай помогу, давай. Давай. Короче. Давай. Интрига, интрига, затравка. У меня будет 900 сил, это будет самая мощная машина Казахстана в дрифте. Она не мощная, у АСП уже там 1100. А, есть что ли? Ну конечно. Ну ладно, АСП вне конкуренции, но Казахстана, говорю, а не АСП. АСП, да, это другая вселенная. Проедь вот так, проедь, давай. Да, постановочный. Типа он идет… А он… И там у нас будет такая легкая… Трюк, трюк, давай трюк, трюк. Трюк, трюк, трюк. Да, погнали. Поэтому мы увидимся с вами там еще. Сегодня мы не… Ну в дрифте успехи не очень, зато хоть скейтбординге. Кстати, давайте для примера сейчас с нашей аудитории скажем, сколько стоит один этап, например, чемпионата РДС Европы, так как Миша принимал участие в прошлом сезоне и мы приблизительно знаем уже стоимость участия. Ну да, то есть там в районе 5-ти миллионов тенгель. Один этап, внимание. Один этап РДС Европы. Один этап РДС Европы. Это отключает туда переезды, там, ну, всевозможные затраты… Проживание, да. Проживание, да. Например, в чемпионатах России и в чемпионатах Казахстана. В России обстоят… Как вообще обстоят дела с бюджетированием, со спонсорами и как… Ну, спонсоров… Да, извиняюсь, что я тебя перебил. Ну, спонсоров не так много, как у вас, как ни странно. Получается, доходы позволяют их за свои. Народу очень много. Едут в разных классах и в Pro и в Next, если про там сервер Дэдс говорит. И очень много еще бонусов местных чемпионатов. То есть, если там город Миллионникс, обязательно свой местный чемпионат еще есть. И есть межчемпионатные тоже. То есть, у нас как бы три лиги местные. Типа, между областей и потом уже РДСная тема. РДС Европа, там РДС ЖП, вот. Сколько у вас стоит в России принять участие? В любом. Мы не называем чемпионат. Ты выбираешь сам любой. Просто говоришь, что это какой-то региональный или крупный. Сколько стоит один этап участия, вот прям по бомжу? По бомжу местный 100. СДЧ 200. РДС Европа 350. Ну, это по бомжу все? И это без зипа. Ну, конечно, да. Это текущие расходы, механики, проживание, еда. Стартовые очень и маленькие в РДС подняли до больших. То есть, стартовые в РДС такие же, только не в тенге. 50 тысяч рублей, 250 тысяч тенге стартовые, получается. Тренировки стоят под 45 тысяч тенге за полдня. То есть, если два дня тренируешь, и вообще 200 тысяч тенге улетело. И, получается, по стартовым набегает по полмиллиону в тенге уже, а ты еще не выехал. Проехал тренировки, выехал на старт квалы, а у тебя уже 500 тысяч тенге нет. Морковое задание Судейского, на самом деле. То есть, оно и зрелище становится, когда пилот его выполняет четко. Ну что, Багданов лидер, Артур Христеплик. Оставка. Спасибо. Средний угол, как по заданию опять же. И по ОЗ1 собирает зону. Антон Абдеев рядом. Хорош! 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 Сейчас сразу же после зоны торможения. Перекладка, Абдеев держится на расстоянии. Чуть-чуть дофилелся. Давай, там уже Тёма стоит. Прибирает угол, чтобы... Антон! Вот она пустила! Антон Багданова и на финишную дугу. Хорош! 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 Не-не-не! Победа, Победа Абдеев! Ты че? Первый проехал, идеально! Победа Абдеев! Не-не-не-не, сто процентов! Это Татин Кликников. А как ты думаешь, что нам нужно не только вот в чемпионате, а вообще вот нашим пилотам, для того, чтобы они переросли вот свое катаюсь по фану в то, что нужно устраивать за руку? Деньги прийти. Деньги прийти в этот вид спорта. Это, чтобы пришли деньги, это должны прийти люди, у которых есть деньги. Вот и все очень просто. Ну, не то, что пилоты не хотят там развиваться, не хотят там строить крутые машины, не знают, как это делать. Ну, нет у людей на это возможности. Нет возможности поставить крутые запчасти, нет возможности купить больше резинок. Нужно, чтобы приходили те, у кого есть такие возможности. А тех ребят, у которых нет, ну, подтягивали как раз более обеспеченные, брали к себе в команды там, чтобы они их учили. В общем, ну, можно взглянуть в Россию, там Европу, Америку, как это устроено. Ну, вот оно так устроено. Должны приходить бюджеты в этот вид спорта. Вот, спонсоры, реклама. Чтобы приходили люди с бюджетами, чемпионат должен больше заниматься медийкой и всем остальным. Ну, я думаю, это медиа все. Потому что, насколько я знаю, что по опросам разных Зарубин, Сареградцев и Чевчан делали больше, чем все вместе взятые. Надо находить поддержку пилотам. Те ребята, которые в стрите катаются, мы, конечно, их ждем в ПРО, чтобы они переходили. Потому что сейчас ты видишь, старички все тянут ПРО-класс. То есть мы ездим, да, мы как бы и сами получаем удовольствие и, ну, заманиваем молодых ребят. Вот. И те, кто молодые пришли, такие как Миша, например, и другие ребята, показывая хороший результат, они дают пример для тех, кто потенциально хочет прийти в ПРО-класс, что это можно сделать. Можно прийти со стрита, можно прийти новичком и через год, через два при должных тренировках показывать результат. Я думаю, если спонсоры бы там более активное участие принимали, ну, чемпионат был бы еще красочнее. Хотя, тем не менее, там, относительно того, что было три года назад и что сейчас, конечно, разница очень большая. Подтянулись, ну, как бы, ребята там с других регионов, да, ближайших. И это все только позитивно сказывается на этапе. Все растут уже, все видят там какие-то траектории Виктора, куда стремиться. Поэтому это очень важный момент, поддержка автоспорта. То есть, как говорится, люди, если вы можете поддерживать, поддерживать автоспорт, если вам нравится шумные, дымные проезды, если вам нравится этот вид спорта, то, пожалуйста, помогайте, помогайте, чем вы можете. Вот могу сказать теперь, что, ну, очень важно от компании, которые могут себе позволить. Тоже бизнесмен, я тоже прекрасно понимаю это. Я не думаю, что если вы потратите какое-то количество денег на автоспорт, на эти пилоты, которые к вам обращаются, что вы станете менее богатые, скажем так. Наоборот, скорее всего, вы станете более духовно, более богатые. Поэтому я бы сказал вот так, помогайте всем пилотам, кто выезжает на дисциплину дрифт. Вот ты у нас был уже не в первый раз. Да, это уже четвертый. Есть ли какие-то отличия от твоего первого приезда в Казахстан? Мы растем или же, наоборот, мы как-то уже подуспокоились, на лайте все такие, ай, да проехал, да проехал. Ну, я бы сказал, да, что супер прогресса нет, но есть какое-то развитие. То есть, общение с пилотами, как они воспринимают информацию, как они могут подправить свою езду. Наверное, есть. Тарас сегодня просто была тоже не сложная, необычная очень. Они не привыкли уменьшать угол, разгоняться, потом сильно тормозить. Но в целом, как бы, обратную связь вижу, что он слушает, пытается делать. То есть, мне кажется, что первые разы, ну, может быть, это как новичок, больше в штыки воспринимали. Там возмущались, что-то там посоветовали, сейчас уже как-то, да, попроще. Какой совет новичкам ты бы мог дать, которые хотят ворваться в большой автоспорт, но они видят вот эти все затраты, вот эти тачки? Да нет, надо трезво оценивать свои силы. Если ты хочешь сразу приезжать и побеждать, ну, нужны на это большие деньги, просто можно. Если я пилот, там, вообще, звезда, я все умею, и я приеду, всех порву, ну, нет. Все очень много упирается в машину, и мало кто может здесь настроить, собрать эту машину, которая способна побеждать. На самом деле, от пилота там зависит, ну, процентов 30. Вот, реально 30. Если у тебя есть нормальная команда, хорошая тачка, в принципе, ты, там, посади начинающего, он, там, здесь чемпионат может выиграть начинающий. Если с ним будет грамотно работать, хорошая команда, я вот так считаю. В первую очередь, ну, наверное, с каких-то азов показывать себя и, ну, не бояться вырываться. Кто, ну, как бы, хороший результат показывает на... Видно же, что если человек, да, там, на какой-то немощной машине, но, тем не менее, вывозит и хорошо, как бы, себя показывает. Ну, я думаю, что найдет и спонсоров, и кто поддержит. Главное желание и стремление. Я бы сказал бы так. Сначала найдите работу, которая вам приносила бы хорошую заработную плату. Второй шаг. Попытайтесь найти спонсоров, так называемых, которых мы говорили, кому мы в самом начале обращались. Нужно, чтобы обязательно вам помогли. Если этого не получается, не старайтесь ехать в про. У нас есть очень хорошая стрит-лига, очень хорошая. На стрит-лиге можно ехать на стоковой машине. Вот, например, у нас есть одна Z-ка, 350Z, которая является стоковой машиной. Вот она оптимальная по деньгам, по строительству, скажем так. Она практически такая и есть, какая ездит по городу. Просто ее нужно немного зачистить, почистить, что-то убрать, что-то добавить. Но ничего глобально менять не надо. И самое главное, она не жрет много денег на этапе. Берите ее и тренируйтесь в стрит-лиге. С появлением стрит-лиги таких людей, которые без особых финансовых вложений могут полностью почувствовать весь тот кайф, они должны прибавиться. Потому что в стрите рубятся ребята не слабше, чем в про. Единственное, трассы чуть-чуть попроще. И ограничения по колесам чуть-чуть другие. Ну а в целом, можно смело ехать на среднемощном автомобиле. Не обязательно полуслики. Кайфовать и получать удовольствие. И результат тоже какой-то можно привести. Ну все, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Ну ты бы сказал. Ну все, спасибо тебе большое, Макс. Давай. Да тут все, знаешь, все уходят уже. Фух, ребят, пойдемте дальше. Очень классный, приятный разговор был. Кстати, Илья никогда никому не дает интервью. Он все время отнекивается, говорит, нет, я не буду. Это эксклюзив, эксклюзив на АСП Медиа. А мама поддерживает увлечение Миши? Уже да, уже да. Кстати, кто не знает, семья вообще, Миша Пака, она привозит на мероприятие вкусные корейские салатики. Вот она так сказала, на ряду из Европы. Ааа, салатики, это наше любимое вооружение теперь. Так что все, теперь приходите в палатку Бернаут-Джет, просите салаты. Спасибо большое, дядя Кость. Ну все, я надеюсь, мы увидим тебя, увидим твою команду Таймап в следующем году. Так что, до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Пользуюсь случаем. Передаю привет, Вань. Пока мы с вами болтали, уже началось награждение. И прямо сейчас мы узнаем, кто же стал новым чемпионом в сезоне 2024. Санечек, Саня, Санечек. Дайте кепку. Да дайте вам любую кепку. Это не то, что вы подумали, дамы и господа. Перед нами уже двухкратный чемпион Казахстана в сезоне 2024 Александр Бочкарев. Саша, ну поздравляем тебя. Спасибо. Тебе удалось забрать за этот этап три кола. Давай, делись своими эмоциями или тебе так же все… Ну, третий кола Антошка постарался, помог, конечно, командное вытащить. А так, ну я рад, конечно. Приятно. Насколько приятно? Да, по десятибалльной шкале уровень приятности. Ну, на восемь. А почему на восемь? Ну, потому что всего два хороших заезда было у меня. С Гариком помесились и с Илюхой Богданом. Открытие для меня. Он вообще классно едет и я с ним проехал отличный заезд. Ну, рассказывай теперь, какие у тебя планы на следующий сезон? Ты вообще думал, поедешь ты или не поедешь? Может быть, ты снова решишь на шесть лет завязать дрифтом? Не, ну, поедем, с тачкой все хорошо, чуть-чуть не ехать. Поедем, по-любому. На конце приедешь? Да, если спирт, продадите, приедем. А что, без спирта не можешь? Со спиртом все могут. Так вы со спиртом же, а что вы без спирта не можете? Погоним на спирту, что? Все сил 200 вытащим. Ну, короче, ты готов навязать ту самую борьбу за рубу? Ну, там интересно будет, если будет 40 участников. Ну, мы постараемся. Тогда будет потно на квали, уже надо будет работать. А тут 8 участников, а, 16 участников топ-16. Это еще с тем учетом, что 5 человек не прошли квалификацию из-за того, что вы сделали топ-16. Ну, это демон их всех подставил. Просто демон. Ну все, Саш, еще раз поздравляем тебя. Так что давай, до встречи. Увидимся на Central Asia Drift Show. Зимой, может, еще увидимся. На Winter Asia Drift Show. Ну все, давай, поздравляем. Пока, Саш. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok